Что еще угрожает детям сегодня? Интернет, а точнее опасный для психического и физического развития ресурсы. Оградить детей от негативной информации. Такую цель поставили перед собой участники движения Киберпатруль. Кто и как следит за кибернравственностью? Об этом сегодня мы поговорим с руководителем проекта «Безопасный интернет» в Тюменской области Антоном Тарасенко. Ну, доброе утро. Доброе утро. Киберпатруль появился в Тюмени в этом году. Какие вообще предпосылки его появления? Ну, если мы вообще будем брать тему интернета и, в частности, безопасного интернета, очень важно дать понять, что интернет и вообще информационное пространство со временем очень сильно изменилось. Оно очень динамично и оно очень открыто. Если лет 10-12 назад, ну, наше с тобой, допустим, детство, да, мы чем занимались свободное время от школы? Это фантики. Это и гуляния на улице, и спортивные игры, и все остальное. Да, то есть это активные достаточно виды деятельности. То есть сегодня досуг виртуальный? Досуг 100% виртуальный у школьников. И на самом деле у родителей случился небольшой излом, потому что они считают, что если их ребенок находится дома, он сидит за компьютером, чем-то там занимается, наверняка он родителям сказал, что он ищет реферат, или готовит какой-то доклад, или решает какую-то контрольную работу, а родители думают, отлично, мой ребенок в безопасности, он же дома, физически он находится здесь. Получается, что родители даже не подозревают о том, что ребенок делает за компьютером. Только 15% родителей на сегодняшний день знают, на какие ресурсы заходит их ребенок. Это первый факт. И второе, что самое интересное, вы последнюю, готовясь в программе, последнюю информацию посмотрел на Росстате, 25% пятилетних детей пользуются интернетом. Уже. Уже пользуются интернетом. И по этому поводу у меня есть замечательная история. Я был совершенно недавно в гостях у друзей, у них ребенок, 3 годика, девочки. Мы зашли на кухню, нас встретили, мы сели за стол, и ребенок сидел на подоконнике. Знаете, что делал этот ребенок? Он смотрел, был 9 этаж, смотрел вниз, уже немножко серело, она пальчики подвела к стеклу и делала вот так. То есть она работает с планшетом уже? Она увеличивала прохожего, который шел по какой излом, да, уже в этом возрасте. Ну а вообще, да, если говорить о деятельности киберпатруля, чем конкретно вы занимаетесь? Ну, если мы говорим сегодня, да, я в первую очередь обращаюсь к родителям. Самая главная задача сегодня в сознании родителя дать понять, что ребенок, который пользуется интернетом каждый день, а мы понимаем, что 98% людей в возрасте до 18 лет сегодня пользуются интернетом каждый день, что он находится в безопасности. Я не могу не привести пример, мы были порядка там в 6-7 школах в городе Тюмени, проводили уроки как раз по безопасному интернету, и когда обращаешься к аудитории родителей, говорю, друзья, поднимите руку, те, кто знает, на какие ресурсы ходят их дети, две руки в классе максимум. А это на самом деле просто. Просто. Но вот насколько я в курсе, да, в киберпатруле есть различные направления. Это киберспикеры, кибердружинники и непосредственно киберпатруль. В чем специфика работы каждого направления? Ну, это звучит так вот кибер-кибер-кибер. На самом деле все достаточно просто. Киберспикеры – это волонтеры, которым есть сегодня там 18 и старше лет, которые сегодня презентуют как раз родительскому сообществу на классных уроках или каких-то отдельных мероприятиях основные правила поведения детей в интернете. Они являются основными спикерами нашего проекта. Кто там дальше подсказывает? Кибер-дружинники. Кибер-дружинники. Красные повязки, планшеты. Нет, 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 без красных повязок. Это люди, которые на сегодняшний день ищут ссылки, которые содержат на своих страницах негативный контент по четырем основным направлениям. Это, если можно будет говорить, да, это информация, касающаяся сексуального характера. Это информация, условно мы ее относим к экстремизму. Это информация, касающаяся способов приготовления наркотиков и видов наркотиков. И есть еще четвертый пункт, я его озвучу. Ну а вообще по каким критериям эта информация проверяется? Есть какая-то градация? Или конкретно все, мы что-то увидели про наркотики, все, сайт закрывается? Ну по всем четырем направлениям существует федеральное законодательство. Есть законы, которые четко регламентируют на сегодняшний день, какая информация противоречит закону, а какая нет. Но единственным контролирующим органом, которому выменили сегодня обязательство это делать, вы знаете, какой нет? Минкомсвязи, Роскомнадзор. Роскомнадзор, совершенно верно. Вы можете зайти на сайт, если вы встретили вдруг информацию и видите, что там есть негативный контент по четырем этим направлениям, можете отправить ссылку, и Роскомнадзор сегодня проверит этот сайт на юридическое соответствие закону и может его закрыть или открыть. Хорошо, а кто тогда может... Вот я услышал, да, что в киберпатрон может попасть человек, который достиг 18 лет. Есть еще какие-то критерии отбора добровольцев? Ну, на самом деле, мы жесткого какого-то регламента по принципу «мы тебя берем, тебя не берем» нет. На самом деле, очень важно, чтобы человек действительно болел делом и этого хотел. Потому что какие-то специальные навыки или компетенции мы обязательно научим и дадим понять. Достаточно просто. Ну, подводя итог разговора, да, такой вопрос. Сами довольны своей работой? Ой, вы знаете, я думаю, что спустя даже 10 лет довольны мы, естественно, с собой не будем, потому что я вам честно хочу сказать, что вот там 374, по-моему, ссылки, вот последнюю информацию я смотрел, когда мы наши кибердружинники отправили на сайт Роскомнадзора. Из них 330 страниц были заблокированы и закрыты, потому что на них содержался негативный контент. Но сегодня в интернете миллионы сайтов. Их все надо проверить. Их всех надо проверить. Ну, надеюсь, что найдутся люди, найдутся силы и найдется время. Спасибо огромное. У нас в гостях был руководитель проекта «Безопасный интернет» в Тюменской области Андрей Тарасенко. Субтитры создавал DimaTorzok